Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение послания святого апостола Павла к римлянам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим четвертую главу. Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имел похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Мы видим с вами, братья и сестры, осуждая апостол Павел в 3, 1, 2, 3 главе о законе и благодати. В общем-то, послание к римлянам, оно так и знаменуется многими экзегетами, исследователями, как действительно вопрос о законе и благодати. И видим, что апостол Павел здесь понятно совершенно, что он направляет это послание именно к иудеям, живущим в Риме. Иначе он никогда бы не стал приводить этот образ Авраама. Там был серьезный, вот в первых апостольских временах, серьезный, в общем-то, конфликт. Хотя, как я сказал, он разрешился на Вселенском соборе, но, тем не менее, эхо это еще раздавалось, и не было столь связи, как сейчас. Там вот какой-то сделали, там прошел, например, Священный Синод, и мы все заходим на сайт Патриархии и смотрим, ну, какие решения прилавил Священный Синод. Тогда это было все намного сложнее, чтобы информацию донести, пока вот это послание будет написано, пока его, да, принес бы человек, вот который, секретарь там апостола, в Рим доставил. Ну, да, конечно, на это нужно достаточно протяженно не месяц, не два, может быть, и год, и более уходило. Поэтому отголосок был, и апостол говорит, что ибо, что говорит Писание, поверил Авраам Богу, обращает на это внимание, и это вменилось ему в праведность. То есть он берет образ Авраама. Действительно, Аврааму, как мы знаем, дальше об этом апостол Павел так и будет здесь говорить, что Авраам оправдался до того, когда он был еще не обрезан. То есть он приносил сына свою в жертву, а об обрезании Исаака, и поверил Богу, и был верен ему, и эти слова ему были сказаны еще до обрезания, когда Господь ему так и сказал, что верою вменилась ему в праведность. Вера вменилась ему в праведность. А об обрезании будет сказано, по-моему, да, 17 глава книга Бытия, то есть намного позже, когда уже будет заключен этот завет. И апостол Павел прибегает к этой теме, и он как бы здесь подчеркивает снова, о чем он говорил в 1-2 главе, мы об этом тоже сказали, не тот христианин, кто такой покрестился и в храм не ходит, а тот христианин, да, кто покрестился, действительно, принял таинство крещения, и дальше продолжает жить христианской жизнью и носить достойно имя христианина. Поэтому апостол здесь, если это так можно перевести на современный язык, поэтому он всячески старается как бы не обидеть иудеев, как мы видим, потому что он сам в книге «Деяния апостолов» так и скажет, что «я сам готов быть отлученным от Христа ради братьев моих по плоти», причем он говорит, то есть ради иудеев, то есть он любил свою национальность, и в этом нет ничего зазорного. То есть он говорит, я сам готов даже гореть в огне и мучиться, лишь бы только они спаслись. Это такое наивысшее проявление любви, которое говорил Христос, нет больше той любви, кто душу свою положит за други своя. Поэтому здесь мы видим, что апостол прибегает к этому образу и далее продолжает. «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого веры, вменяется в праведность». То есть он здесь рассуждает и говорит, что воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. То есть если человек что-то делает, то он ожидает воздаяния за что? За свои дела. Вот человек работает, например, и говорит, все, теперь работодатель что мне должен за мою работу? Он должен мне оплату. То есть теперь работодатель оказался у меня в должниках. Поэтому апостол говорит, что не такие отношения выстраиваются между Богом и человеком. Не так, что человек, который исполняет закон и говорит, вот я исполнил заповедь такую-то. Я не стал делать того-то, того-то, а сделал то-то, то-то. Господи, давай, жду. Где? Почему нет? То есть Бог получается как по щучьему велению, по моему хотению из этой сказки. То есть я вот сделал тут, давай. И апостол Павел всячески старается очень мягко, насколько мы видим, так действительно дипломатично и деликатно, от этого сознания, которое было у иудеев, и которое они пытались навязать римской общине, и он старается их так скорректировать и сказать, не в этом, не надо Бога делать должником. Так и Давид, говорит, далее продолжает, называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Видите? Ну, понятно, что, да, Давид там действительно, то, что история с Павелопевцем Давидом, она нам всем известна. Я не буду повторять ее, там два греха, которые он совместил. Действительно, так и Давид скажет, блажен, он цитирует дальше Давида Павелопевца, блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не именит греха. Действительно так. То есть, если по закону дел, то мы все, ну, на самом деле, в той или иной мере мы все духовные рецидивисты, потому что мы постоянно нарушаем законы. Если вот смотреть с точки зрения уголовного права, да, человек, который постоянно нарушает, скажем, кодекс, да, там, уголовный кодекс, то кто он? Он человек, ну, во-первых, он называет аферистом, да, а потом его еще называется рецидивистом, потому что у него есть рецидив к беззаконию. Вот мы в некой мере постоянно это делаем. Поэтому здесь блаженны, говорит, чьи беззакония покрыты и блажен человек, которому Господь не именит греха. Блаженство сия относится к обрезанию, он опять поднимает эту тему. Или не к обрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? Вот апостол продолжает это рассуждение. По обрезанию или до обрезания? Не по обрезании, но до. Вот так. И как? И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел внеобрезание. Так что он стал отцом всех верующих внеобрезание, чтобы и им винилась праведность. Этими словами, на самом деле, апостол Павел как бы предупреждает и нас. Есть, к сожалению, среди нас православных христиан, когда человек, получив какую-то должность церковного служителя или священнослужителя, начинает этим возвышаться. Это всегда опасно. Нужно помнить, что всякое служение, которое Бог нам поручил, будь мне, например, как церковнослужителю или священнослужителю, какую бы должность нам Бог не поручил, на какую высоту Он нас не возвел, это нам дано для служения Богу и людям. Поэтому мы называемся церковнослужители и священнослужители. Кому мы служим? Богу и людям. Мы помним, как Христос, когда был здесь Господь наш Спаситель на этой земле, то Он, помните, когда ученики шли по дороге, зашли в гостиницу, все стояли, переглядывались друг на друга, боялись унизить себя. Кто же будет омывать ноги? Там не было человека, который бы омыл ноги. Что сделал Христос? Он взял полотенце, припоясался и начал умывать ноги своим ученикам. И Он говорит, и Он сказал так, я пришел не чтобы мне служили, а чтобы послужить. Это пример и образ служения друг другу до самозабвения и самоотречения. К этому должны мы стремиться. Это и есть не что иное, как путь во Христе и со Христом. Так Он здесь и говорит. И отцом далее продолжает обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. Очень хорошее, емкое выражение по следам веры. Действительно, вера, как сказано у апостола Якова, вера без дел мертва. Конечно, здесь апостол Павел не рассуждает о какой-то эфоричной такой вере, или как сегодня многие рассуждают, у меня вера в душе. Поэтому здесь апостол Павел и приводит этот пример и образ Авраама, который был верен Богу, даже вплоть до того, что мы помним это событие, когда Бог сказал ему, возьми сына твоего, помните, единственного твоего. Он взял, как сказано, возложил на него дрова, все до мелочей там рассказывается в книге Бытие, и они пошли в три дня пути, и взял двух слух, и возложил все это потом, да, там, все приготовления на осла, все подробности. И когда они подходят к Горекте, он должен был принести в жертву сына своего единственного. Представьте себе, сколько лет он ждал, помните, более 20 лет он ждал этого обещания Бога, что у него будет сын. И вот этот единственный сын вдруг Бог говорит ему, принеси в жертву. Где логика? Логики нет. Поэтому вера — это не всегда логика. Это не всегда человеческие рассуждения, размышления. Вера к Богу — это доверие всегда Богу, сопровождаемое, если хотите, любовью. Без любви, доверия — ничто, это юридизм. Сопровождаемое любовью к Богу. Помнится одна история. Однажды к Сократу пришли ученики. И у Сократа был день рождения, и они решили ему сделать подарки. И вот один приносит ему денежные средства. И говорит, учитель, я вот человек не бедный, я хочу, чтобы у тебя были средства, чтобы ты не нуждался. Вот там и в бумаге, и в чернилах, чтобы мог снимать помещение для своих уроков. И он ему сказал, спасибо, это очень приятно. Другой ученик пришел, сказал, я не настолько богатый, но я вот написал оду в твою честь, такое философское стихотворение, прочитал его. Учитель его похвалил, сказал, да, спасибо. Пришел третий ученик и сказал ему, у меня нет богатства, у меня нет и такого таланта, как у второго ученика, писать оды и философские трактаты. Единственное, что я тебе могу принести в подарок, это свою верность, быть верным твоим учеником. И тогда Сократ встал и сказал, спасибо за те предыдущие подарки, но этот самый ценный, самый ценный, быть верным учеником и последователем Сократа. Вот, по-моему, быть верным Богу, любить Бога, так как пример и образ Авраама, это высота любви по отношению к Богу. Ибо незаконом даровано Аврааму, как сказано, или семьи его обетования, быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающаяся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственное обетование, действительно так. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Здесь у некоторых экзегетов, даже учителей церкви, у отцов, у некоторых учителей, есть небольшая разногласия, но, пожалуй, тут придержится этого мнения только Ориген, но до своего еще такого отступления, он говорит, что под законом здесь имеется в виду закон греха, ибо закон греха, он советует читать так, закон греха производит гнев. Некоторые отцы соглашаются, но другие отцы говорят, что здесь больше уместно сказать не о законе греха, а действительно о законе, на котором человек кичится. Вот о чем. То есть это и есть уже грех кечения исполнением закона. Ибо закон производит гнев. Вот такой закон, когда человек, ну знаете, я тут недавно услышал очень хорошую поговорку, если один в семье стал праведник, то все стали мучниками. Ну, действительно так вот, то есть человек, если начал кичиться своей такой праведностью, то всем там в семье достанется. Итак, по вере, говорит в 16 стихе, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложено для всех, не только по закону, но и по вере, по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Действительно, знаем, что Авраам так и называется, отцом всех верующих. Как написано в 17 стих? «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие, как существующие». Он сверг надежды, поверил с надеждой. Мы помним 18 стих. Помните, когда Авраам уже был готов принести сына своего в жертву, и перед этим сын Исаак у него спрашивает, «Отец, а где же овен?» То есть где жертва? И тогда что говорит ему Авраам? Бог усмотрит себе жертву. Мы видим, что он надеялся, что Бог что-то исправит, что Бог — это не совсем то, но он верил Авраам не что сказано, а кто ему говорит. Вот это вот очень важно различать. Как мы в Священном Писании читаем, иногда заповедь Божия думает, как это можно исполнить? Но важно помнить, кто говорит. Тот, надежда на которого не постижает. Тот, кто если говорит, то делает. Это Бог никогда не изменяется и не изменяется своему слову. И поэтому Авраам так говорит, Бог усмотрит. Апостол Павел здесь это напоминает иудеям, находящимся в Риме. Он, говорит, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному, так многочислено будет семя твое. И не измокши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Здесь уже говорится обетовании, когда ему Господь сказал, что от тебя будет потомок. Он верил в это. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Это очень важные слова. Был тверд в вере, воздав славу Богу. Помните, я уже приводил этот стих. Если человек прославляет Бога, то Бог его прославит. Об этом говорит апостол, об этом сказано в книге царств. Это первая книга царств, в третьей главе. Мы приводили как-то на толкование первой, второй главы. Там сказано, прославляющих меня прославлю и я. И вот Авраам прославил Бога, и Бог прославил его. До сих пор мы все говорим, что мы дети Аврааму, поверь. И будучи вполне уверен, что он, Бог, силен и исполнит обещанное. Действительно, это так. Силен исполнить обещанное. Кто-то из отцов церкви пишет так удивительно, что человек становится верующим тогда, когда он начинает верить в силу молитвы. Чтобы для Бога нет ничего невозможного. А пока человек не верит в силу молитвы, молитвы для него, ну, это так, как бы надо исполнить, как некий такой, да, что-то такое. Вот пока он еще не совсем тверд в вере. Пока только исполнитель закона, которому не оправдывается никакая плоть. Когда вот вера, да, действительно человек верит, хотя видит, может быть, что не исполняет все по его молитве, но верит, что его молитва, она спасола, она слышится Богом. И он тверд в молитве, тогда он верующий. Он силен, что он Бог и силен исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность, что он в это твердо верил. А, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменяется к нам, верующим в того, с большой буквы, к того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Так завершается эта глава. Христос — оправдание наше. Только во Христе мы можем найти действительно спасение, потому как Он и есть Спаситель. Снова и снова скажем, а что же закон? Как же закон? Неужели не надо его исполнять и соблюдать? Надо. Но не надо надеяться на закон. Надо надеяться на Христа. Потому что не исполнитель закона жив будет, а верующим и Христа. Исполнять надо, надо, но не кичиться им. Потому как тогда мы можем дойти, знаете, до чего? До ереси, которая была осуждена уже давно. Ересь пелагианства. Пелаги был такой. Он сказал, что усилием своей воли человек может преодолеть все страсти. Он был осужден, и учение осуждено. Потому что мы знаем, что только по милости Божией можем преодолеть по благодати Его тот или иной, ту или иную страсть. Хотя бы, ну, преодолеть, наверное, громко, но хотя бы пытаться преодолевать. Мы помним, что у святого Исидора Пилосевота есть такие слова, что Господь вознаграждает нас за само противление греху. Уже дает нам мир в душу. Что мы противимся и не даем места гнездиться Ему в нашем уме, в наших чувствах. И не дай Бог исполнять нашей волей. Поэтому так и говорит, что только во Христе, который предан за грехи наши, и воскрес для оправдания нашего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok